Доброе утро. Сегодня Одиопаст принял. Да? Вот сегодня ты контролируешь? Ну нет, Торик, конечно, тоже на месте, кто спорит. Ну и Очка, Сеня. Тебя открыть тоже, Торик, чтобы было видно. У нас снежок сегодня выпал. Вчера только все осело на спитепление. Утро встаю, снежок. И ты, и ты наблюдаешь, конечно. Не надо сейчас... Куда ты вот кактус улезешь? Не надо кактус трогать. Носик. Красавчик. Все. Ну, елку-то давно и новогоднее украшение убрали. А теперь я буду еще месяц собирать одежду. Короче, есть у меня такой пунктик. У меня есть новогодние там полотенчики, одежда. Она причем даже белье есть. Всякие вот эти штаны мои, Дениса. Носочки. Я это, короче, ну вытаскиваю где-то в районе 1 декабря. И там до конца января примерно мы этим пользуемся. Ну то есть два месяца. А потом я не люблю, когда это валяется. Я не знаю. Вот знаете, я такой пунктик, что я не знаю. Мне прям вот, если одеть это вот сейчас, меня раздражает. Ну почему это новогоднее ассоциируется с, ну, Новый год и как-то сейчас ходить мне странно. Поэтому это все собираю в стопочку и убираю фактически на год. Ну перестирываю, убираю на год в дальние углы шкафа. Вот, я сейчас хожу, как раз начала это собирать. То, что как раз, ну, большую часть постирали, лежит. Но я уверена, что еще где-то что-то есть в течение какого-то времени я буду это находить и собирать. Но вот такая стопка уже скопилась. Видите, здесь два новогодних полотенчика. Какие-то полотенчики мы выкидываем, естественно, уже. Ну, которые все, вышли из строя. Вот, вот этим штанам, знаете, очень много лет. Я покупала их, они флисовые, в Ашане. Блин, как бы не соврать, им лет, мне кажется, восемь. Но они такие классные, они такие уютные, такие теплые, с ними ничего не происходит. Вот, например, есть у меня здесь, или я их выкинула уже. Вот мама мне дарила-то пижаму. Да, я их выкинула. Это вот Денисова. Вот эти футболки на того же взяли прям 31 декабря со скидкой. Это Денис теперь флисовый тоже есть. Вот такого качества красные штаны. Мама дарила мне-то пижаму, футболка где-то здесь. Штаны, они, короче, красные, но не так выцвели. Вот я их, наверное, выкину, потому что я это... В этом году я даже не одевала. А, сейчас, знаете, вот, покажу, что еще. Рассказывала уже, что я покупаю после Нового года любительницы покупать какие-то новогодние... Новогоднюю атрибутику, потому что цена сильно падает, а она в следующий год пригодится. Вот я недавно вам показывала, так это, скатерть. Вот, сейчас это скатерть. Ну, я говорю, была, я ее за 208 сбрала перед Новым годом 750. Вот сейчас я зашла 480. Я наблюдаю за скатертью на Валберес. Вот, а тут я бродила по просторам Валбереса и наткнулась вот на такие пижамы новогодние. Но обычно, я вам скажу, я смотрела перед Новым годом, такие пижамы где-то 1200-полторы. Они, ну, как хлопковые, достаточно тонкий материал, обычная футболка, штаны такие, ну, неплотный хлопок, ну, хорошие. Кстати, вот у кого дома, например, прохладно, у них даже спать будет хорошо. Ну, вот, и гуляю, гуляю я, и тут мне попадается. Сначала я увидела, вот здесь написано 2024. Они, как бы, были как семейные пижамы, то есть женская, мужская, детская можно было купить. Видимо, у них остались там по одному единичному размеру. Было 2024, потом здесь драконы. Ну, как бы, да, это уже относится прям к конкретному году. Я такая, и они были, ну, там, 566, на рынке 600 рублей. Ну, думаю, блин, с драконами, в принципе, можно взять на следующий год, какая разница. Можно 224 взять, типа, уходящий год в декабре носить, потом, ну, короче. И тут мне попадается вот это, хо-хо-хо, ну, это классика новогодняя, да. Один размер остался. Я думаю, надо взять. Мы через день сморжали. Он такой, ну, все, ты уже приготовила, говорит, видимо, подарок мне на следующий Новый год. Он такой, давай я одену. Я говорю, не-не-не, на Новый год. Вот, вот, ну, в общем, слушайте, нормально. Вот так вот еще, ну, даже, говорю, если, ну, короче, я люблю это дело. В общем, купила, 566 рублей, сейчас тоже это как раз вот уберу. Вот, ну, так, ничего, ну, говорит, тоненькие они, штанишки, но у нас тепло достаточно. Поэтому мы, например, если к ребятам едем в гости зимой, да, вот мы, как говорим, на Новый год, на дачу, мы тоже берем пижаму, удобно, да, там в доме ходить. Мы же там не наряжаемся, не красуемся. Так что вот, вот так приобрела. Ссылку, наверное, нет смысла оставлять вам, потому что она одна была. Там сейчас какая-то одна еще осталась, аж 60-го размера. Ну, как бы, я думаю, уже она закончится. Вот, и знаете, сейчас, что я поняла, у меня, ну, водилка, сейчас буду убирать ее тут. Убиралась, сейчас баб, Таня, оказывается, к нам едет. Мы даже не знали, что он с ней приедет. Подумала. Знаете, это Валберис дал вторую жизнь нашей. Ну, вообще, каким-то вещам он даёт действительно вторую жизнь, потому что это, короче, видите, я ей показывала в обзоре, на Валберис заказывала штучку, как это, ну, чехол на кладильную доску. Я вот год уже ей пользуюсь, вообще ничего с ней. А может даже и больше. Я хотела выкидывать ее, потому что, видите, здесь какая уже, и она такая уже там промялась, мягкая штука. Здесь какой-то бугорочек появился. Я хотела выкидывать в кладильную доску, купать новую. А потом то ли я где-то увидела, то ли мне кто-то посоветовал, что можно купить. И я купила, и смотрите. Ну, год, мне кажется, вообще ничего с ней не происходит. Надо ее, наверное, я не помню, стирала ее хоть раз или нет, но она чистая. В общем, вот. Представьте, что, 420 рублей. Гладилки его эти. Да, гладилки я смотрела где-то. Ну, нормальные, чтобы были 2-2,5 тысячи. Ну, есть дороже, и медсреднее что-то. Вот. Но мы пользуемся. И прекрасно. И она так подходит и по цвету, то есть ты можешь подобрать по стилю. В общем, короче, вот. Я очень хотела показать. Смотрите, какой у нас календарь. Не знала, куда мне его уже приткнуть. Так жалко. Мама, короче, купила. Я сейчас вам, ну, выкладывала в сообществе. Мама ходила на классную выставку. Я это в телеграм-канале писала. Кто не подписан, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там реально бывают интересные вещи. В Москве проходит выставка. Ой, как-то моды 19 века. Во-первых, когда тут мама приехала, начала мне рассказывать. Короче, я сама загорелась. Очень хочу съездить. Мама, до апреля выставка? До 20 апреля. Вот. Возможно, я еще успею съездить. Это на Вденхай находится. Ну, а кто девочки не в Москве? Ну, во-первых, возможно, смотрите, следите. Они... Это частные коллекции. Сразу скажу. Ну, вот, выставка большая. Значит, ну, может быть, они и к вам приятны. Ну, в общем, ладно, не суть. Мама купила, значит, один из коллекционеров. Там была жена этого коллекционера. Вот такие были. Вот видите, январь мы уже пропустили. Вот такие вот календари она продавала. Это коллекция. Этот... Вот видите. Желание и все такое. С личным автографом. Это коллекция обуви. 1895-й там. 1080-й. Такие вот, видите, разные. В общем, он выкупил эту коллекцию обуви. Ее делали, ну, как бы, как прототипные модели, что ли. Но не для ношения. Это в единичном экземпляре делали фабрики для того, чтобы показать, что они могут это сделать. Представляете? Но, ну, как бы, но это не поступало в продажу. Это никогда не ходили. И есть вот такая вот коллекция. Вот смотрите. Типа мы можем. Вот. И прям, оно такое, стиль такое все. И мне он так нравится с календаря. Мы уже как-то купили, повесили на кухне. И я сегодня ходила, ходила, увидела. Думаю, ну, что он лежит? Он не должен пролежать. Ну, ладно. Пока мы здесь, видите, еще ничего так на стенах не придумали. Еще и здесь. Здесь должна быть, по идее, библиотека. Пока нет мысли, повешу. И вот эти булавочки тоже, кстати, на Валберси покупала. Поиспользовала. Потом, если что, вытащить. Я боялась, он тяжелый. Не выдержит. Ну, вроде выдержала. Вот. Так вот повесила. Так что теперь у меня еще здесь календарик висит. Ну, он больше такой, как для красоты. Все-таки хочется, чтобы он повесел. Он такой симпатичный. В какой-то мере по стилю он подходит. Если бы он еще немножко бежеватый был, а не белый. Было бы прикольно. Вот. Так что можете посмотреть канал Самозанятая мама. У нее уже четыре части вышло. Видео с этой выставки. Мне особенно нравится детская. Ну, детская, как сказать, зал. Ой, вот это рекомендую. Ну, в общем, зайдите, посмотрите. Интересно. Понравляете. Мама там еще рассказывает обо всем. В общем, прикольно. Интересно. Я снимаю обзор в Алберес. Надо сейчас быстро убрать. Днадцать пошел с собакой. Пижама. То, что я купила нам парное пижамо на 14 февраля. А сейчас убрать. Пока он не видел. Вот. Вот так он. Видите? Сейчас все это разгребать. Даже сегодня, видите, штатив поставила. Там это. Свет включила. Не знаю, что получится. Сейчас еще буду пересматривать. Вот. А еще, думаю, уже опять сорвется. Уже начало бесить меня. Я уже несколько раз собиралась начать снимать. И все никак. Все они все разбежались. Дом сейчас. Денис. Бабушка. Мама уехала. Баб Таня к нам приехала в итоге. И решила с мамой поехать. Они поехали тетю поздравлять. У нее уже было держание. Ну, вот и говорили. Сеня. В гости. Лика гуляет. Ну, в общем. Мы сейчас пойдем с Денисом готовить. Я ждала, что. Доставку заказала. Там надо было. Кое-что не хватает для готовки нам. Продукты. Обычно быстро привезут. А тут нет и нет. Нет и нет. Потому что, когда мы сейчас психану, вообще ничего снимать не будем. Но нет. Все привезли. Потому что я понимала, начну снимать. Привезут. Собака залает. Это прерваться. А мне я люблю одним дублем все-таки снимать. Вот. Поэтому у меня там и много было давней. Лишнее все. Смотри, какой шинчик. Блин, какой же он классный. Прям реально классный. Я такого люблю вообще. Ладно, сейчас буду все разбирать. Пойду уберу пиджаму, пока он не видит. И мы пойдем готовить. А, еще у нас сейчас продукты разобрали. Тоже привезли, потому что мы занесли. Пятерочка выручает. Что купила в пятерочке? Заказала сейчас такая просто. Знаете, нужно было по сути. У меня вообще изначально зеленый лук. Ну и там, знаете, как всегда понеслось одно, другое. Вот. Ну смешно. Короче, у них заявлено типа кочаны от 2 килограмма. Ну ладно. Мы сейчас берем эту капусту, подсели. Я вам показывала такой простой салат Цезарь. Как моя тетя делает. И мы что-то так подсели. Потому что, во-первых, мы сейчас часто варим бульон на грудке. Ну такой, короче, не на грудке именно. Бывает на грудке, а бывает прям курица. Нам так понравилось. Ну туда лук, морковку. Ну так целиком. Все наваристо получается. И что-то все мы так стали любить этот бульончик. Остается часто грудка вареная. И мы делаем вот такой салат. Туда, короче, я вам сейчас даже скажу. Вот так режем капусту. Сухарики какие-то. Можно с чесноком, можно какие-нибудь. В принципе, черные лучше. Ну и заранее, чтобы пропитались майонезом. Черри можно туда порезать. Куриная грудка. И мы еще добавляем сыр. Тетя не добавляет сыр. Мы добавляем сыр. Трем и майонезем. Блин, это вкусно. А с вами как он настоится. Когда он есть в холодильнике, это все удобно. Чего захотел перекусить, взял его, съел. Вот. Поэтому. Но прикол в том, что не заявлено 2 килограмма. Ну ладно. Тебе, наверное, большие кочаны. Но вот видите, они вообще привезли 2. Маленькие, большие. Ну зачем уже? Делали бы один тогда. На хрена вы второй-то положили? Или позвонили, спросили, вам одного хватит? Ну короче, как всегда. Вот. Потом, что? А, ну это вот я как раз взяла воронцовские сухарики. Чесноком в этот раз. Для стирки взяла. Помидорки черри для этого салата. Сыра два вида. Это мы сейчас готовить будем с Денисом. Лепешки. Это просто взяла. Моздам люблю. Зеленый лук нужен был для лепешек. Это сельдерей. Почему сельдерей? Тоже подсели. Лик, во-первых, я с сельдерей. И я делаю салат с сельдереем. Прям мне тоже нравится. Куриная грудка, яйцо, сельдерей, зеленое яблоко, ананас. Вот ананасы взяла. Были по 129. Возьму, пусть банк стоит. Тошнет, как-то надо было. Потому что я самокате бешеные деньги заказываю. Ананас. Вообще, это заправляется майонезом. Но я, короче, сейчас делаю. Я смешиваю йогурт питьевой, майонез, коктейль от Триколора, горчичку, джу-джинскую, или как она, короче, кладу. И чуть-чуть сахара. Этот смеш очень вкусный салат. Тоже питательный. Вроде не такой калорийный, да, грубо говоря. Потом кукурузу взяла. Это еще не было со скидкой. Я поэтому взяла две банки. Одну, наверное, сегодня использую. Краку и салат тут готовить. Бри. Сыр. Ликуйский тест. Сливки хочу-то. Этот соус. Этот сделать буду, если тыквенный суп понадобится. Вот. Два хлеба. Геркулесовый и обычный тостовый. Ну, мы основном съедим Геркулесовый день с ней очень любят. Берем тостовый. Вот. И все. Вот такой заказ. Кто там что-то получил? Сума-то какая-то. Ну, еще купила. Вот такой у меня заказ получился. Пятерочка выручила. А, ну вот, все фарш. Ну, знаете что? Он почему-то, они его замороженный привезли. Он не должен быть замороженный. Срок годности. Восьмое, но второе. Ну, в принципе, он нормальный в срок годности. Ну, почему он замороженный? Значит, ему придется и тот, который замороженный готовить. Ну, ладно. Сейчас посмотрим. Здесь пошел собака. Сейчас придет. Я уже салат приготовила. Сегодня решил Цезарь. Сейчас еще краб будет готовить. И мы вот такую новинку сегодня пробуем. Лепешечки. Здесь фарш, помидор, зеленый лук, сыр. Лаваш сейчас вот так вот. Ну, соль, нам какие-то специи. И все это надо жарить в большом количестве масла. Мы хотим это с бульоном. Бульон я сварила. Просто можно бульончик, можно с яйцом, там можно с горошком. Ну, вот так мы сейчас делаем. Это много, наверное, нет? Не толстая. Что-то надо, чтобы еще прожарилось, Зай. Слышишь? Ты что так пыхтишь? Ты меня слышишь? Извините. Я уже не слышу себя. У меня нос заложен. Я тебе говорю, немного? Да нет, нормально. Он же прожариться должен успеть. А если что, мы еще фарш замесим? Да, фарш-то замесим. Я имею в виду, чтобы прожарилось, не толстая была. Прожарится, как-то действует. Такие вот треугольнички. Четыре сделает. Где-нибудь делает четвертую. Я так знаю. Ну, выкладывай их, пока жарится. Конечно. Какой обед у нас получается? Обед? Ну, да, у нас же мы уедем все. Время с ним. Как с ним? Семь. Ну, у нас что же. Вот. Семь порезали, вот салатик. Как? Попробовала уже, да? Ну и как? Бульон? Я бы добавила кукурузу. Вот, я говорю, я говорю, да лучше кукурузу добавить. Бульонский, например, маленький пиалочек. Да, сладочный. Вот мне тоже кажется, либо какой-то соус надо к этому подавать. Да, со сметаной какой-нибудь, чтобы кислинка была. И кисло-сладки, как подавали в этом. И кукурузку. И кукурузку. И кукурузку. Да. Все так, и любимые кислинчики. Вот, как мы и предполагали, я нашла кисло-сладки соус. Оказывается, у нас даже есть. Или, как говорит, прям вкуснее. 4, сколько, 8 штук получилось. Ну, все, мы садимся. Компотик, а это я не видела, как-то вкусно. Ну, там лично мало. Ну, уже, что это? Очень надо. Компотик, бульончик, все есть. Красота.